приветствую вас на канале бессеромания в этом видео уроке мы с вами сплетем вот такое необычное яркое интересное ожерелье из бисера и бусин мягкая на ощупь очень красиво лежит на шее особенно смотрится с каким-то глубоким декольте или вырезом на каком-то вечерном платье но в общем будет дополнять ваш наряд если вам она понравилась и жду ваши реакции лайки комментарии репосты под видео для плетения нам понадобится чешский бисер номер 10 биконусе диаметром 4 на 4 миллиметра леска диаметром 0 18 миллиметра но вы можете использовать и нить иголочка биконусом нам понадобится очень много как минимум берите 300 штук смотря какой будет у вас длина вашего колье или какая или какой у вас объем шеи отрезая полтора метра лески но процесса плетения мы будем постоянно ее добавлять где-то как минимум нам понадобится 10 метров для начала мы набираем 4 биконуса опускаем эти биконусы до конца наши лески или нити что у нас есть затем мы проходим с другой стороны через весь этот набор вот так для того чтобы у нас получился круг из лески теперь нам нужно присоединить два конца лески друг другу чтобы у нас сформировался круг поэтому мы делаем несколько узелков маленький конец мы обрезаем он нам больше не понадобится и поджигаем оставшийся кончик для того чтобы он у нас не распустился далее я прохожу по бусинам и затягиваю лесочку а точнее сам узелочек следующую бусинку для того чтобы его не было видно вот так по всему периметру нашего круга нам нужно поставить бисеринки поэтому я набираю одну бисеринку и прохожу далее следующую бусинку и так далее нам нужно поставить 4 бисеринки по кругу 2 затем 3 и 4 вот так далее я вывожу иголочку следующую бисеринку в любую набираю 4 биконуса и с обратной стороны бисеринки прохожу чтобы у нас получился круг из лески далее по кругу по направлению лески прохожу следующий биконус набираю одну бисеринку и снова нам нужно проставить бисеринки между бусинками поэтому далее я набираю еще одну бисеринку прохожу подтягиваем леску чтобы бисеринки бусинки плотно прижимались друг другу вот так вот здесь смотрите внимательно да мы далее по кругу проходим нам нужно вывести леску вот эту бисеринку центральную далее для продолжения плетения то вот здесь мы пропускаем бисеринку и проходим следующую бусину и бисерину вот так подтягиваем мы не проходим в нее а ее пропускаем вот эту бисерину далее проходим бусина бисерина и выводим иголочку и лесочку в следующую центральную бисеринку снова набирая 4 биконуса прохожу бисеринку с другой стороны вот таким образом для того чтобы у нас снова получился круг из бусин прохожу далее по следующей бусин по очереди набираем бисеринку в бусинку проходим снова ставим бисеринки между бусинами бисеринка следующая бусина подтягиваем плетение бисеринка следующая бусинка как вы помните мы не входим в бисеринку ее пропускаем и проходим следующую бусину и бисерину как вы видите у нас получилось три элемента подряд теперь с вот этой стороны нам нужно присоединить еще один элемент леска выходит из правой бисеринки и мы проходим в эту же бисеринку с набором 4 биконуса далее мы проходим в бусину и снова по кругу нам нужно расположить бисеринки поэтому мы набираем по одной бисеринке и проходим по кругу еще одна бисеринка в бисеринку не входим там где у нас соединяются два элемента пропускаем ее проходим бусина бисеринка проходим далее бусина бисерина снова у нас выходит леска из центральной бисеринки набираем 4 биконуса и проходим с другой стороны бисеринки снова делаем такой же элемент подтягиваем далее проходим следующую по очереди бусину набираем бисеринку проходим бусинку набираем бисеринку проходим в бусинку бисеринку вот эту пропускаем проходим бусина бисерина сделав два элемента как вы видите мы снова выводим леску чтобы она выходила с правой стороны набираем 4 биконуса и проходим в эту же бисеринку далее мы снова проходим также как мы делали по кругу и здесь же мы снова сделаем с вами два элемента принцип плетения очень легкий просто нужно запомнить последовательность можете вместе со мной делать онлайн снова как мы помним пропускаем бисеринку и проходим бусинка бисеринка далее снова проходим бусина бисерина 4 биконуса и делаем второй элемент я разверну так что мне было удобно прохожу по следующей бусине набираю бисеринку прохожу в следующую бусину набираю еще одну бисеринку случайно набрала две бисеринки набираю одну бисеринку прохожу бусину далее я пропускаю бисеринку и вывожу иголочку бусина бисерина хорошо подтягиваю леску снова набираю 4 биконуса как вы видите у нас уже практически завершился круг мы проходим в бисеринку в это же только с обратной стороны далее мы проходим по кругу здесь я набираю одну бисеринку прохожу бусинку далее как мы видим следующая бисеринка у нас уже есть просто нам в нее нужно войти то есть вот эту бисеринку этого элемента и далее я прохожу бусину и здесь у нас не хватает бисеринки поэтому я ее набираю и прохожу если смотреть вот так то получился квадрат а если посмотреть вот так то получился ромб нам нужен ромб и нам необходим вот этот элемент который находится с правой стороны а точнее вот это выступающая бисеринка сверху мы в нее должны ввести леску поэтому я далее прохожу по бисеринкам и вывожу в эту бисеринку нашу лесочку бусинка бусинка бисеринка вот вот так у нас должна выходить лесочка снова набираем 4 биконуса и проходим с другой стороны в эту же бисеринку далее по ходу плетения мы проходим по следующим бусинам и ставим по кругу бисеринки первая вторая третье хорошо подтягиваем пропускаем бисеринку проходим далее бусина бисерина далее проходим бусина бисерина снова мы вышли центральную бисеринку этого элемента далее мы набираем 4 биконуса проходим в эту же бисеринку и далее продолжаем делать то же самое нам нужно всего сделать 15 элементов продолжаем дальше плела необходимую длину у меня получилось 15 элементов раз два три 4 5 6 7 8 9 10 12 на 3 на 4 15 теперь смотрите лесочку мы выводим вот здесь вот с правой стороны в бисеринку присоединяем еще 4 бусины далее мы делаем точно так же проходим далее по бусину набираем одну бисеринку проходим бусинку набираем одну бисеринку проходим бусинку одну бисеринку проходим бусинку подтягиваем пропускаем бисеринку проходим бусина бисерина далее проходим бусина бисерина и еще раз проходим бусина бисерина вот таким образом чтобы у нас выходила блеска снизу теперь мы продолжаем плетение точно таким же образом доводя вот эту длину к вот этому элементу набираем 4 биконуса проходим бисеринку с другой стороны получается у нас круг и по кругу делаем все то же самое что мы с вами и надо набираем бисеринка проходим далее бусину бисеринка бусина 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 бисерина и бусина бисерина снова вышла у нас вот здесь вот снизу песочка и так далее делаем такие же элементы до конца всего здесь плела 16 элементов но нам нужно и сделать еще один элемент поэтому вот здесь вот у нас 15 элементов а снизу будет 16 набирая 4 биконуса прохожу с другой стороны в эту же бисеринку из которого выходит лесочка далее я прохожу в биконус набираю одну бисеринку и прохожу по кругу проставляя бисеринки только вот здесь вот у нас уже есть бисеринка вот так поэтому я прохожу через вот эту бисеринку вот таким образом и далее я прохожу в биконус далее беру еще одну бисеринку прохожу следующий биконус пропускаем бисеринку проходим биконус бисеринка вот посмотрите у нас одна половинка уже готова теперь мы переворачиваем наше плетение и с другой стороны мы с вами делаем симметрично вот сюда присоединяем 15 элементов и вот сюда мы присоединяем 17 элементов и делаем точно также симметрично выводим леску вот эту соседнюю бисеринку проходим в эту же бисеринку только с другой стороны набирая 4 биконуса далее прохожу в биконус набираю одну бисеринку биконус одна бисеринка далее следующий биконус одна бисеринка следующий биконус пропускаем бисеринку проходим биконус бисеринка и далее проходим биконус бисеринка снова 4 биконуса и продолжаем плетение симметрично сделала 16 повторений набираем снова 4 биконуса и делаем последний элемент проходим в бисеринку с другой стороны проходим в бусину набираем одну бисеринку проходим в бусину и теперь нам нужно присоединить вот эту вторую часть к нашему ромбику поэтому вот сверху вниз провожу через бисеринку которая выступает и далее я прохожу через биконус возвращаюсь вот сюда набираю бисеринку не прохожу по бусинам мы здесь можно теперь пройтись несколько раз чтобы хорошо присоединилась наша первая и вторая часть друг другу вот так и у нас уже с вами колье на финальной стадии вот такое она красивая получается далее нам нужно вывести леску вот сюда и нужно придумать как нам присоединить замочки поскольку основная часть у нас выходит слишком маленькая поэтому вот здесь нам нужно сделать немножко с вами продолжение то есть удлинить его поэтому я вывожу лесочку вот сюда в вот эту верхнюю бисеринку я набираю две бисеринки биконус две бисеринки и прохожу по очереди следующую бисеринку вот так теперь я пропускаю эту бисеринку который сейчас выходит лесочка и прохожу в биконус нам нужно чтобы леска выходила именно из бусины затем я прохожу точно так же вот сюда возвращаюсь обратно и возвращаюсь снова бикон для того чтобы у нас было симметрично теперь я набираю 3 биконуса и прохожу в эту же бусину только с другой стороны вот так далее смотрим у нас здесь нет бисеринки поэтому я прохожу набираю бисеринку прохожу биконус снова набираю бисеринку прохожу биконус набираю бисеринку и прохожу биконус хотя здесь можно было принципе не ставить бисеринку смотрите сами как вам будет удобнее и прохожу и точно так же у нас получилось как мы делали здесь далее я прохожу бисеринка биконус бисеринка биконус и далее мы делаем точно так же необходимую длину для нашего объема шеи набираем 3 биконуса проходим в этот же биконус из которой она сейчас выходит лесочка и далее по кругу мы начинаем проставлять бисеринки и так далее делаем необходимую длину для объема нашего колье сделала я 9 повторений дела 9 элементов примерила на свою шею такого такой длины мне будет достаточно поэтому я далее набираю 3 бисеринки замочек я возьму вот такой магнитный и снова 3 бисеринки и прохожу с другой стороны в эту же бусину и вот таким образом мы присоединяем замочек проходим по этому же набору несколько раз для того чтобы здесь было несколько витков и лески для того чтобы она у нас не порвалась захватывая иголкой леску между бисеринками прохожу в петельку несколько раз затягиваем и делаем узелок проходим далее по бисеринкам прячем узелок в следующих бисеринках чтобы его не было видно закрепив леску мы ее обрезаем плетем симметрично с другой стороны и у нас получается вот такое длине замочек легко застигается и растягивается ожерелье не тяжелое а довольно таки легкое приятное на ощупь ожерелье мне очень понравилось очень красивая яркая интересная плетение повторяется поэтому периодичность можно очень легко запомнить и главное в нужном месте повернуть сделать вот этот ромб разворот вот здесь и вернуться назад и красиво переливается на солнышке потому что использовались хрустальные биконусы австрийские и поэтому очень красиво она смотрится в общем кто будет его носить я думаю обязательно это колье заметят и обязательно спросят кто же его сделал или где вы его покупали а если вы сделали своими руками то люди обязательно удивятся что можно такую красоту сделать по вот такому видео уроку в общем девчонки если вам понравилось это видео обязательно жду ваших лайков жду ваших фотографий с выполненной работой а в инстаграме фейсбуке в контакте где вам более удобно в общем желаю всем хорошего настроения легкого плетения в общем до новых встреч до новых видео уроков обязательно делитесь со своими друзьями в социальных сетях таким видео инструктажом как можно сделать такую красоту все пока 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 инструктаж и инструктаж и инструктаж и в